Здравствуйте! В эфире новости. В студии Ольга Ельфимова. Вместе с моими коллегами я расскажу вам о главных событиях к этому часу. В Радужном по решению суда начали ликвидировать склад автомобильных покрышек. Прокуратура добилась, чтобы с завода начали вывозить шины, которые копились там много лет. За забором более полутора тысяч тонн автопокрышек со всей России. Завод их по переработке в Радужном не работает уже 9 лет. А опасные отходы лежат прямо под открытым небом. Территория завода огромная, охранник один. Проникнуть на склад через дыры в заборе очень просто. Общественники давно просили обратить внимание на эту проблему. Прокуратура обратилась в суд. Его решение вступило в силу еще в январе, но старые покрышки начали вывозить только месяц назад. Четыре машины было с прицепом. Как давно это было? Ну, на той неделе. Ну, месяц назад, да. По четыре. Две пришло такие, как вагоны. Большой вещь. Работы пока выполнены лишь на четверть. Депутат областного парламента Андрей Маринин с прошлого года просит проверить деятельность этого завода. Ведь в случае пожара это место может стать центром экологической катастрофы для всего Радужного. Автомобильные шины относятся к опасным отходам. Моя главная задача на сегодняшний день и тех людей, которые ко мне как к депутату обращаются, понять, что покрышки, которые на сегодняшний день здесь находятся, с этого места не перемещаются на какое-то новое кладбище, где будут дальше складированы и какое-то время там находиться. И к другим темам. На что только не идут жулики ради наживы. Преступники ищут новые методы выманивания денег из горожан. В связи с этим сотрудники полиции проводят акцию «Не дай себя обмануть». На городском рынке они раздавали листовки и рассказали людям о видах мошенничества, о том, как не стать жертвой злоумышленников, подробнее в нашем материале. Мошенники постоянно совершенствуют методы наживы. Один из новых трендов – злоумышленники представляются сотрудниками силовых органов. Люди доверяются псевдополицейским и попадаются на крючок. Звонят, представляются сотрудниками полиции. Говорят, что якобы на вас возбуждено уголовное дело. Сходите, возьмите кредит, денежные средства от полученного кредита. Все равно будьте внимательны. Чтобы узнать данные банковских карт, злоумышленники по телефону часто представляются и сотрудниками банков. Жулики незаметно для человека собирают о нем информацию. Люди верят аферистам, оставаясь без денег на картах. Вообще почти каждый вечер звонят. Но, конечно, это очень неприятно. Они сразу заговаривают, как будто завораживают вас. Однозначно. У меня очень сильно племянницу наказали. Она повелась на это, она потеряла миллион. Правоохранителям во время рейдов помогают чиновники, общественники и народные дружинники. Для акции «Не дай себя обмануть» полицейские даже разработали специальную листовку. Главное правило – никому не называть личные данные. Кем бы человек ни представлялся. Представляется полицейским, то есть сотрудникам МВД или какой-то такой структуры. Почему так делают? Это вызывает сразу кредит доверия, кому звонят. И опять же потом он может говорить, что расследуется дело по действиям мошенников. И может под этим соусом выспросить, кому он звонит, выспросить какие-то официальные данные. В каком банке обслуживается, допустим, какую карту он имеет, номер карты. Чтобы точно обезопасить свои счета, некоторые владимирцы четко следуют инструкции правоохранителей. Звонок с незнакомого номера они просто игнорируют. У меня кнопочный телефон специально, чтобы не звонили. Вы считаете, поможет? Вам не будут звонить, да, считаете? А я не беру, просто перестал отвечать. Вернее, я не отвечал. То есть вам звонили, вы уже... Звонят, а постоянно звонят. Но не все жители областного центра осторожны. Только за последний месяц во Владимире зарегистрировано 18 случаев мошенничества. Всего с начала года со счетов жителей города пропали около 20 миллионов рублей. Такие преступления в настоящее время регистрируются на постоянной основе. В день до 5-7 фактов. Суммы по данным преступлениям различные. То есть все зависит от способа совершения. Возможно, списание там от 500 рублей до полутора миллионов. Даже такие факты присутствуют. Жертвой мошенников можно стать и покупая товары на интернет-сайтах. Поэтому эксперты советуют делать заказы на проверенных порталах. И оплачивать счета только после получения товара. Илья Лопушенко, Антон Рылов, Андрей Беляков и Олег Маньков. Губерния, 33. Вместо полей, пастбищ, сухая трава, кустарники и деревья. В преддверии пожароопасного сезона инспекторы Россельхознадзора проводят рейды на землях сельхозназначения. В первую очередь проверяют территории рядом с населенными пунктами и садовыми товариществами. Сегодня в Собинском районе инспекторы обследовали участок площадью более 80 гектаров. Земля сельхозназначения заросла сорной травой. По толщине растительного покрова эксперты определили, что ее не обрабатывали уже несколько лет. Именно на таких участках, как правило, и возникают пожары. Травяные палы наносят огромный ущерб почве, то есть снижается плодородие почв. Также наносится ущерб гражданам, природе и сельскохозяйственному производству в целом. Наиболее эффективным способом борьбы с травяными палами является профилактика их возникновения. Как правило, это, конечно же, использование земельных участков по целевому назначению. Это для производства сельхозпродукции. Кроме того, на участке земли была обнаружена свалка. Инспекторы зафиксировали все нарушения. Теперь им предстоит найти собственника. По закону именно он обязан убирать сорняки и мусор. Если будет проведена внеплановая проверка, то лицу будет выдано предписание об устранении нарушения выведенных земельных законодательств. Также будет наложен штраф. Штрафы, конечно, сейчас большие. Награждены это от 20 до 50 тысяч рублей. На юридические лица от 400 тысяч рублей. Продолжаем выпуск. Суздаль стал самым популярным направлением у туристов на майские праздники. Российский сервис бронирования жилья составил рейтинг городов России, куда чаще всего едут на отдых с детьми. Чтобы прогуляться по Суздалю, иногородние туристы стараются заблаговременно бронировать отели. Практически все номера в гостиницах уже заняты. Свободными пока остаются только 30%, а вот квартиры того меньше всего 14%. Рейтинг составлен аналитиками по результатам анализа с 1 по 10 мая. Тройку городов-лидеров для отдыха всей семьей замыкают Москва и Калининград. Не меньшей популярностью у путешественников пользуется отдых в Петербурге и Ростове-на-Дону. Во Владимире открылась выставка, где экспонаты можно трогать с руками. В Музее природы организовали инклюзивную экспозицию для людей с нарушением слуха и зрения. Выставка «Животные в резьбе балокаменных храмов Древней Руси» стала частью большого проекта «Трогательная история», где главная – это доступность музейного пространства для людей с ограниченными возможностями здоровья. Все подробности в нашем сюжете. Каждая из этих фигур изображена на отдельном каменном блоке, из которых сложен храм. На этой фигуре изображен лев. Мифические звери и реальные животные вытесывались древнерусскими мастерами для украшения стен Георгиевского собора в Юрьевпольском. Точные копии барельефов на этой выставке можно не только посмотреть, но и потрогать. Посетителям музея также доступен медиагид с видеороликами на русском жестовом языке и тифлокомментариями для незрячих. Я-то сам, остаток зрения есть, но все равно в основном очень часто на ощупь все пользуюсь. И вот, например, посмотреть тот же самый собор в Юрьевпольском, ну просто не имеем возможности никак. Если только там какой-то через бинокль там еще что-то. А здесь вот просто подошел, посмотрел и плюс еще вот этот вот медиагид включил. Вообще замечательно. Идея такой выставки у генерального директора Владимира Суздальского музея-заповедника Светланы Мельниковой родилась много лет назад. Но ее воплощение стало возможным только с появлением современных технологий. Открывая эту выставку, я невольно вспомнила свой экскурсионный опыт, когда я возила группу слепых детей по музею природы. И маленький мальчик церебил меня за платье и просил, ну можно волка потрогать, а можно его поглазить. Теперь прикоснуться к старине можно по-настоящему. Экспонаты изготовлены из специальных материалов, передающих не только форму, но и тактильные особенности оригинала. Здесь бурый медведь, хранитель леса, символ мудрости и силы. Дальше барельеф. Над изготовлением копий из барельефов трудилась большая команда научно-исследовательской лаборатории в Москве. Контактный способ получения слепков применять не стали. Такой метод копирования считается опасным для белокаменной резьбы. Учёные использовали современные сканеры. Обязательно использовать ночную съёмку в косом свете для выявления мельчайших элементов, потому что даже высокоточные сканеры всё равно всё не воспроизводят и могут запутать. После сканирования и распечатки объектов на 3D-принтере начинается работа профессиональных скульпторов. Они вручную доводят барельеф до готового состояния. Больше всего на выставке тактильных изображений именно с Георгиевского собора в Юрьевпольском, который давно нуждается в реставрации. Белокаменным кружевом окутан Георгиевский собор. Но это же находится высоко, то есть не может человек просто так достать рукой и потрогать. Да и это не совсем правильно трогать, как бы белокаменные рельефы. Поэтому вот и придумали очень интересный вариант. На выставке есть и старинные слепки XIX века из фондов Владимира Суздальского музея-заповедника. Это камни с церкви Покрована Нырли в Боголюбово, Георгиевского собора в Юрьевпольском и с Дмитриевского собора во Владимире. К ним также можно прикоснуться. Выставка будет работать в Музее природы до 6 июня. Екатерина Старикова и Андрей Бельков. Губерния 33. Юные хоккеисты из Владимира стали лучшими на всероссийских соревнованиях «Золотая шайба». Они прошли в Смоленске. В турнире участвовали 16 команд из разных регионов. В финале сыграли Владимирские Русичи и подмосковный коллектив «Энергия Центр». Матч завершился со счетом 3-1 в пользу хоккеистов из нашего региона. Команда уже вернулась во Владимир. Да, я рад, но не буду останавливаться. Дальше идут свои цели. Самая сложная была игра – это с дружиной по финалу. Пацаны из той команды очень быстрые, техничные. Но мы как-то их преодолели, побороли и вышли в финал. Дальше было полегче. Чтобы попасть на турнир «Золотая шайба», Русичи прошли отбор на областных соревнованиях. Тренировки и подготовка к следующему этапу игр продолжается. Юным хоккеистам предстоит выступить в суперфинале, который пройдет в Пермском крае. В целом парни здорово сыграли. Все, что от них требовали, все выполнили. Готовились к этому турниру. Молодцы. Они выходят на игры, они знают, для чего они выходят. Старались. Все взаимосвязано. Хорошая игра показала и наградили призами. Болельщики были, все пускали. Организация была хорошая, на высшем уровне. Проживание, питание, атмосфера была нормальная. Хоккейная, да. На этом у меня все. Не забывайте. Губерния 33 есть и в социальных сетях. Будьте с нами в Инстаграме, ВКонтакте, Фейсбуке и Одноклассниках. Если вы стали очевидцем каких-либо событий, столкнулись с несправедливостью, вам нужна наша помощь, звоните на редакционный номер 32-62-33. Оставайтесь с нами. Вечерний итоговый выпуск новостей будет еще интереснее ровно в 19.00. Не пропустите.